Ваш вопрос? Да. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Привет, мои поклоны. Я разрешу поблагодарить вас от всей нашей компании. Вы такие хорошие мои. Из Ставрополя, да? Вы так желали встречаться? Нет, какие они из Ставрополя. Хорошо. У меня такой вопрос. Как можно помочь близкому человеку, который потерял возможность чувствовать радость? Радость просто от жизни. Сначала начинаем с себя, потом между нами, потом ему. Других вариантов нет. С себя начинаем все три уровня. Психофизически означает любовь к природе, контакт с ней. Наполняется природой, учитесь. Природа бесконечную энергию нам дает за так. Бесконечную. Но мы вообще ее не понимаем, не любим, не ценим. Вообще мы дураки в этом плане полные. Вот я сегодня пробежался. Такая природа, так хорошо. Там бегать было, так красиво. Потом вода вот эта. Там прорубь такая шикарная. Просто залезешь, как в нектаров такой погружаешься. Просто красотень, вообще так классно. Ну люди ничего этого не знают. Они не могут всасывать эти энергии в себя. Не бояться природы. Это так печально. Можно так счастливо жить, быть здоровым всю жизнь. И это когда делаешь, то это первый этап. Природа, добрые люди учить, служить людям, всем помогать. Потом Бог. Себя наполнило, передавая силу близкому человеку. Если нет сил, как вы им поможете? Начинайте с себя. Никак по-другому. Вообще нет помощи, не бывает по-другому. Если у тебя нет силы, как ты поможешь? Два дистрофика ползут, один раз башкой от пол. Два башкой от пол. Он говорит, у тебя что, бег с препятствиями что ли? Как они кому-то помогут? У них нет силы. Чтобы помогать, нужны силы. Видите, вот женщина хочет в Америку. Это нормально. А хотите в Америку? Это нормально. Надо куда-то хотеть, иначе сдохнешь. Если человек никуда не хочет, то он не живой просто. Он может что-то хотеть. Желание означает жизнь. Но я, когда я был молодой, мне было 23 года, я хотел помогать людям. Я не хотел в Америку. Я читал лекции в Тольятти в 23-х лет. Я уже стал Олег Геннадьевичем 23 года. Я читал лекции в Тольятти, в Самаре потом в институте, когда учился, начал читать лекции. Людям помогать. Потом я как бы начал постепенно, когда закончил институт, я попал в Индию и там получал знания. Учился, изучал все. Много времени на учебу тратил. Но параллельно читал лекции. Продолжал давать знания. Помогать людям всегда продолжал. Но учился жить правильно. И со временем, из-за того, что я хотел помогать людям, все больше и больше городов я смог посещать. Потому что люди везде меня ждали. Потому что я им хотел помогать. А с 1998 года меня узнали везде в России. Ну а Россия тогда не только Россия, а Украина узнала. Ну все, вот эта русскоязычная зона, она вся меня узнала в 1998 году. Я стал известным человеком. И тогда, так как эти знания никто не давал. Сейчас очень много тренеров разных. Тогда никого не было почти. У меня на лекции приходило по тысячу человек в залы собирались в разных городах. Самый большой у меня собралось в Киеве. 1450 человек в зал был. Это был самый большой зал в Киеве. И они сказали, если больше придет, мы будем стадион снимать. Почему-то потом больше не приходило уже. И я вот так ездил. И постепенно диапазон расширялся. Потому что я просто хотел помогать людям. И теперь для меня открыта вся земля. Вот куда бы я ни захотел, я везде поеду, везде буду читать лекции. Вот. И это я вам говорю о том, что надо, когда ты чего-то хочешь, отрывайся от себя. Думай больше о других, и Бог тебе поможет. Все твои мечты будут осуществлены, если ты будешь, забудешь про себя и будешь служить другим, помогать другим. В этом ключ заключается успех. А то при дела, когда человек делает. Если человек сильно прикован к себе, то это плохая судьба означает. Постоянно думает о своем, о чем-то. Значит, он так и будет все время терять силы, таять. Но когда человек, наоборот, старается слушать другим, заботиться обо всем. И даже здесь становится легче жить. Ну тогда запоминайте это время, пока в Америку не уехали. Потом будете скучать, многие скучают по России. Всегда человек скучает по родным. Всегда, конечно, хочется где-то лучше. Два червячка вылезли из одного места. И папа, и маленький сыночек. И сыночек говорит, папа, а правда червячки живут в сладких арбузиках? Правда. А правда в яблочках? Правда. А в абрикосиках сладких? Правда. Папа, пойдем туда, поползем туда жить. Нет, сынок. Порезай назад, там наша родина. На родине всегда лучше. Везде всегда кажется, что где-то в другом месте лучше, чем здесь. Это обычно, это мышление человека обычно. Но вам всегда кажется, что там рай где-то в другом месте. Но если брать, допустим, как устроена жизнь, этот мир вообще. Знаете, так все удивительно устроено, что в каждой стране то, чего здесь нет, там есть. А то, что здесь есть, и ты к этому привык, тебе кажется, что это обычное дело, там этого нет. В каждой стране все по-разному. Вот, допустим, в Ригу приезжаешь, там все чисто, там люди, представляете, в лесу ходят, бумажки подбирают. И по всему лесу лурны стоят, они бросают лурный мусор. Люди. Представляете, как устроен менталитет. Они такие чистюли, они все прибирают. Допустим, приезжаешь туда, цветочки раздаешь, женщины в очередь выстраиваются. И друг за другом такие очень скромные, они подходят, цветочек берут вот так. Если приезжаешь в Казахстан, там они такие, эээ, на тебя. Они тоже хорошие, просто все разные люди. И разок я одной цветочек даю, она берет, а другая. У нее раз, у нее только это осталось. Вот так смотрят они. И они не обижаются совершенно, они нормально к этому относятся. Вот. Все разные люди везде. И везде в свои есть плюсы и минусы. И везде людям, кто привыкает, где-то кому-то там нравится, кому-то там. Везде все по-разному. И люди везде счастливы. Допустим, какой минус, допустим, в Европе? Там люди очень холодны друг с другом. Им очень тяжело приблизиться. Они чувствуют одинокими себя там. Им очень тяжело быть вместе, дружить. А в Казахстане, наоборот, они все такие как бы ютятся друг другу. Они такие близкие, родные. Вот. Здесь какая-то середина определенная в России. В России, допустим, люди могут сказать друг другу все, что они думают. А в Америке не могут. Я бы тоже там молчала. Везде все по-разному. Везде хорошо. Когда где нас нет, всегда лучше кажется. Мы мечтаем о других странах. Особенно где юг. Нам нравится юг. Но если брать веды, то они рассказывают всю правду. Они говорят, что если человек едет на восток, он увеличивает духовность. На запад увеличивает материальный достаток. На юг увеличивается ощущение счастья, но сокращается продолжительность жизни. На север увеличивается продолжительность жизни, но уменьшается ощущение счастья. Ну и как бы на севере больше человек глубокомысленным становится. На юге более поверхностным. На востоке больше настроен на близкие отношения. На западе больше на деловые. Ну то есть куда бы ни поехал, что-то теряешь, что-то приобретаешь. Понимаете? И здесь ничего не сделаешь. Вот это так мир устроен. Всегда все будет по-разному. Дальше вопрос. Кто? С кем мы говорили последний? Мы решили там вопрос? Девушка, мы решили вопрос? Все? А? Смотрите. Если говорить о вашем муже, то у него сейчас очень тяжелый период идет. Очень тяжелый. И я сейчас не надо о нем судить из-за этого периода. Потому что он сейчас очень напряжен. Ему нужно менять образ жизни. Вот Бог учит людей таким образом. Мы конечно страдаете из-за этого. Чувствуете себя тяжело. Вам неприятно это. Тяжелый период у него закончится через полгода. Он длится уже год и три месяца где-то. Долго уже страдает. И он именно на личную жизнь бьет. То есть он становится отшибленным таким. Тяжело ему взаимодействовать. Его отшибают. Ну переживите это. Терпите просто. Все эти тяжелые периоды нужны для развития человека. Когда они приходят, человек развивается. Он становится более мудрым. Ваши вопросы. Благодаря Олег Евгеньевич за Ваше служение. За Ваши лекции. За лекции. За онлайн лекции. За онлайн лекциях. Участвовать. Вам не очень понравилось. Видите, я на онлайн лекциях участвую. Все это возможно. Надо учиться этому. Кстати, Танятие. Это тоже имеет древнее название. Город Таурова. Как у нас Таурова. Да, я это знаю. Ставры ходят на Волге. А этот Ставры тоже на Волге? Нет. На Кавказе. На Кавказе. Ага. Алик Геннадьевич. Вот Вы вчера говорили про диагностику судьбы. Потом спрашивали у кого. Кто прошел свидание, что измен. Вот я через неделю прошла. Я прошла и у меня в жизни все было. Даже и не брачные дети. И все-все-все. И я благодаря Вашим лекциям и еще другим психологическим знаниям научилась как бы молиться. Благословлять Муха. Несмотря на то, что у Кавказа летел. И мне стало легче. Но единственное, что когда мы… И брачные дети у мужа имеете в виду. Да. Не у Вас. А то люди так поняли, что у Вас там не брачные дети. Нет. Себя чего наговариваете на себе. Как бы я и дальше хочу идти по… Будете идти, все нормально. Вот. Но иногда муж мешает мне своим поведением, потому что… Ну Вы же знаете там… Бритвы по горлу чайка в колодец. Мешает, если же. Нет человека, нет проблем. Что Вы мне об этом говорите? Ну мешает терпить эти… Ваш муж же. Ну да, это плюс. Ну все. Вот. А Бога креется дальше, улучшение… Улучшение там, в отношениях с Богом есть только. Улучшение… Вот Вы воспринимаете этот мир, как мои хорошие? Вы как его воспринимаете? Вот здесь вот, как курица бегает, вот или таракан, думает, что нога – это явление природы человека. Вот. Понимаете? Мы очень поверхностно воспринимаем этот мир. Мы не видим глубины. Вы не понимаете, что… Муж – это всего лишь отражение вашей жизни. Чем выше Вы поднимаетесь в своем сознании, тем лучше Ваш жизнь. Солнце, когда восходит, тени исчезают все. Поднимайте свое сознание вверх. Солнце в Вашей жизни будет повышаться, тени будут исчезать. Развивайтесь. Муж – это трамплин для Вашего развития. Бог всегда такую триггерную зону обязательно сделает каждому человеку. Обязательно. Для того, чтобы мы развивались, чтобы мы не скучались здесь. Потому что, если человеку сделать все хорошо, он такой… и хлюкать начинает потом. Нам нужна какая-то зона для роста. Вот у Вас муж – зона для роста. Он приносит проблемы, беспокойство. Он тупит, ничего не соображает, блин. Хочется его поубивать иногда за это. Вот. А Вы поймите, что муж – это не является целью Вашей жизни. Он просто Вам стабилизирует ситуацию в жизни, в чем-то помогает. А целью жизни – это Бог. У меня сегодня была такая беседа с одной женщиной, которая выходит замуж за мужчину, у которого уже четыре жены. Есть. А? В Арабских Эмиратах. Почему? Она не мусульманка. Она не мусульманка. Она украинка. И простой ответ – сказать, да пошли ты его как бы, да и все. Простой ответ, да? Но когда в ситуации разбираешься, человек на уровне шейха находится. Имеет великолепный характер, то есть он реально заботливый, верный, добрый. Столько качеств у него, которые вообще нет у других мужчин. Он реально очень порядочный человек. У него такая культура. И мы ее пытались от него оторвать. То есть она пыталась с помощью меня оторваться от этого человека. Но потом она поняла, что жить надо для Бога. Потому что она может эти богатства, которые ей предоставляет этот человек, использовать в служении Богу. Она может принять этих женщин, которые друг друга любят, тоже заботливые, очень такие, верные. Принять как свою семью. То есть это зона для нее зона роста. Потому что можно же просто отморозиться, всех ненавидеть. А можно учиться дружить, любить. И вот не выбор. Она два года мучается от него. Пыталась уходить много раз, но ничего не получается. Она возвращается назад. Потому что он дарит ей много возможностей в жизни. Она его любит. И он ее любит. И вроде бы кажется глупо. Зачем делить свою мужчину с еще четырьмя женщинами другими. Но этот мир настолько глубокий, настолько все по-разному у всех. Кажется, вот простым взглядом надо сказать, да свалит от него. Но когда я все проанализировал, увидел всю ситуацию, я понял, что у нее нет выхода. А потом, когда я еще посмотрел ее прошлой жизни, я понял, что у нее вообще без вариантов просто. Потому что позапрошлой жизни она жила на высших планетах. И там, на этой планете, где она жила, там всегда у мужчин несколько жен. И у нее было пять жен. Она была мужчина, у нее было пять жен. Она мне сначала сказала, я четвертая. Я говорю, у него будет еще пятая жена. Она говорит, я не это, не только не это, я не выдержу, пятая не будет. Я говорю, будет. А потом оказалось, что она уже есть у нее пятая. Просто она уехала, она не живет с ним. Я говорю, нет, тогда уже все. Отстрелялись. Вот. И она с ума сходила, не хотела за него замуж выходить. Потом, когда мы провели весь анализ, она поняла, что это ее судьба. Она не сможет никуда деться от него. Я посмотрел ее жизнь, если она уезжает от него. Все проанализировал, все варианты. Увидел, как судьба работает там, там, там. И сразу возникает вопрос, нахрена это надо вообще делить мужчину с другими женщинами. Ответ такой. Бог хочет, чтобы она отреклась, вот она вышла замуж и отреклась от своих желаний. В пользу Бога. Потому что Бог с помощью нее хочет помочь этому человеку сейчас свои богатства направить на служение людям. Сам он не знает, как это сделать, но она уже давно слушает мои лекции. Она очень настроена служить людям, заботиться о них. И вот Бог вместе с ней дает этому человеку шанс не в ад попасть в конце жизни, а возвыситься. Она ему поможет, детям поможет, всем вот этой семье. И сама будет молиться, использует средства для того, чтобы служить людям. Много добрых дел сделает на земле с помощью этих средств. И вот она, жертва такая, что она вот приходит в такую семью, это ее жертва. Но она не хочет ее принимать, она топает ногами. Но сейчас уже она поняла, что надо идти этим путем все. Этот мир очень удивительный и очень необычный. То же самое, как касается вас. Ну зачем спрашивается жить с таким человеком, который вообще никак на вас не похож. Вот даже рядом не стоял. Но так Бог хочет, чтобы вы учились смирению, терпению. И это зона роста для вас этот человек, понимаете? И поэтому вам надо с ним жить, развиваться и отречься от желания наслаждаться человеком. Когда вы полностью как бы пройдете этот путь, то возвысите. В следующей жизни получите очень возвышенное рождение. «Благодарю». «Благодарю». «Можно я чувствую?» «Нет, все, моя хорошая, сейчас будет лекция. Я все, что надо вам сказал, было достаточно». «Благодарю». Итак, мы с вами изучали, что такое судьба. Судьба – это энергия, которая влияет на нас в результате наших прошлых поступков. Все очень строго. Нет никаких отступлений. Каждый человек, который находится рядом с нами – это наша судьба. Каждый взгляд, все, что мы имеем в этой жизни – это все наша судьба. Никаких случайностей нет. Все абсолютно переплетено и закономерно в этом мире. Этот мир создан Богом. Он очень глубокий. Люди, которые изучают законы, атомы, движения, они просто зарываются в детали, общей картины не видят. И поэтому они очень глупят. Они не понимают глубины этого мира, его красоту, его правильность, его закономерность. Не понимают люди, когда они изучают. Есть два вида знаний. Есть знание восходящее. Это знание создано человеком по наитию Бога тоже. Когда Менделеев таблицу открыл, он ее открыл во сне. Это Бог ему и показал эту таблицу. Также другие ученые. Все любые открытия делаются, потому что Господь позволяет их делать. Это из сердца все происходит. Человек сначала сердце открывает, а потом доказываешь уже научно. Ученые говорят, докажи научно, тогда это будет знание. Но чтобы что-то доказать, надо это увидеть сначала. И вот это видение истины Бог нам дает. Он дает возможность этим восходящим знаниям идти вверх. И поэтому появляются космические корабли. И люди думают, что других планет только на космических кораблях можно достичь. Но я один раз одного великого мудреца прочитал книгу «Легкое путешествие на другие планеты». До меня дошло, что если ты, допустим, летишь на другую планету, несколько поколений нужно, чтобы туда долететь, так тебе лучше просто добрые дела делать, и ты туда поднимешься в следующей жизни, сменив свое тело. Понимаете, то есть, другими словами, не надо так сильно запариваться по поводу научно-технического прогресса. Это, в принципе, хорошо, нормально. Потому что научно-технический прогресс можно использовать в служении Богу. Понимаете, это реально работает так. Потому что ты действительно так настроен. Потому что многие люди думают, что научно-технический прогресс – это для меня, для моего наслаждения, или это демоническая вещь. Там все зависит от того, человек, чем больше знания получает, тем больше он может служить Богу в целом. Но так как мы ничего не соображаем в этом, поэтому мы неправильно этим пользуемся. Но человек должен понять, что научно-технический прогресс – это всего лишь инструмент. А главное – это то, куда ты направил свою мысль. И сознание именно человека, когда правильное сознание у человека работает, только тогда он сможет реально развивать себя. Потому что современная культура, современное знание далеко от истины. Понимаете, люди вообще не разбираются в том, как устроен этот мир. Мы ничего не знаем. Ну вот результат современного прогресса. Сейчас я покажу, будет смеяться. Из вас кто-то испанский язык знает, нет? Но все равно будет смешно. Моя мужа, она капричоза, она пересоса, она инкетка. И что? Есть женщины, которые не капричозы, пересосы или инкетка. Может ли вы что-то видели в твоей жизни? Но не надо, не мешайте сейчас людям смотреть, зачем дергать. Но не дергать, сядьте на место. Нормально? Да. Это современный прогресс. Олег Геннадь читает на чистом испанском лекции. Как это происходит? Мои лекции сначала в русском, превращают в текст. Потом дальше программу переводят на испанский. Человек испано-изысский смотрит ошибки. Если все нормально, текст правильно переведен. Дальше нажимается на кнопочку, и программа генерирует мой голос, мое изображение, губы, и все, и делает лекцию. Моим голосом, чисто на чисто испанском языке. А вы не знаете? А? Вы не знаете? Нет. Вы думали, я на испанском шурую, да? Да? Вы же говорили, что вы учились. А я все языки знаю сейчас вообще. Я скоро на чисто китайском буду шуровать вообще. У меня нет проблем. Нет. Ну то есть сейчас научно-технический прогресс достиг того, что я сейчас спокойно могу лекции читать на любом языке мира. Понимаете? То есть это вообще на чистом, без всяких акцентов. Чистое произношение. Вот так действует. Вы можете участвовать в этой программе. Нам нужны волонтеры. Кто из вас, например, английский хорошо знает? Многие заболевания происходят от энергии. И поэтому докторцы не знают, что делать. Как вы воспринимаете человека. Они не понимают. Ну, давайте дадим им какие-то заболевания. И эти заболевания входят в тело и говорят, «Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Можно просматривать английский текст, там полчасика в день, минут 15-20. Или русский просматривать. Можно волонтёры на русском языке помогать редактировать. И вы будете помогать мне лекции читать на всех языках мира. Потому что если русский – это редактирование, дальше его можно на любой язык переводить. Итак, мы с вами изучали, что такое судьба, это энергия. В этом мире нет случайностей. Всё происходит закономерно. Учёные этот мир изучают в результате эксперимента. Но это называется восходящее знание. Но есть ещё нисходящее знание. Нисходящее знание – это очень сложное знание. Потому что надо ещё разобраться во том, что сначала это истинное знание. Потому что много же сейчас всего пишут, там кто-то молния по башке ударила, и ему истина открылась, как он говорит. На самом деле есть священные писания, которые проверены временем. Время является самым главным ревизором. Если что-то дошло до нас сквозь года, значит, это нужно было людям, значит, это работает. И древние знания – это нисходящее знание. Допустим, беды – это удивительное знание нисходящее. Потому что там есть сведения о размерах атома, которые подтвердились, о расстояниях до Солнечной системы, планеты, о скорости света. Все эти знания пять тысяч лет назад люди знали. Но мы об этом ничего не знаем. Мы думаем, что мы только это открыли и всё. Но в больших ведах есть знания о размерах нашей Вселенной. Есть знания о том, какие планеты есть на ней, как там живут живые существа. И знания о том, как можно это всё увидеть. Я это всё вижу, то есть я изучил это и могу пользоваться этим знанием. И знания о том, что такое психическое тело. Это знание позволило мне развить вот это учение, которое сейчас очень сильно помогает людям. Люди могут вылечиться от тяжёлых заболеваний благодаря очищению своего психического тела. Это не за пять минут происходит, но это реальность. И это возможно. Поэтому есть нисходящее знание. Когда ты принимаешь из вед какие-то постулаты, ты принимаешь, что это есть. Дальше ты можешь на своём опыте своей жизни проверить, это так или нет. И когда ты увидел, что это работает, значит, нет сомнений. Также тоже действует закон кармы. Невозможно с помощью экспериментов это доказать. Но даже в христианском учении есть знание о том, что посеешь, то и пожнёшь. Это все знают. Иисус Христос об этом говорил тоже. Вот. И эти все виды знания, они передаются через Священное Писание. Это знание мудрости жизни. Современная наука не изучает мудрость жизни. Даже современная психология, она далека во многих вопросах от истины, потому что она не наопирается на Священное Писание, на какой-то опыт людей она опирается тоже. Даже название психологии — это наука о душе, получается, если перевести. Психос — это душа, а логия — это наука. Но часто это не о душе наука, а о чём-то другом, и непонятно, в какую сторону вообще заводит. Там этот Фрейд явно что не про душу. А куда-то ниже там у него мышление идёт. Вот. Поэтому нужно разбираться в этом во всем. Потому что мы должны понять вообще, кто мы такие, что мы здесь делаем. Это самое первое, что человек должен понять, когда он здесь на этой земле родился, чем мы от животных отличаемся. Вот кошка, она знает, кто она такая или нет? Нет. А если человек не знает, для чего он живёт? Он думает, что он живёт для того, чтобы там замуж выйти, где родить, добиться там возможности жить в какой-то стране. Это не является главной целью жизни. Мы не для этого живём, мы хорошие здесь. И если у нас психика не туда направлена, сознание, то жизнь тоже будет очень плохо идти. Потому что Бог корректирует сознание. Карма так работает, что она нас направляет на развитие всегда. Грех – это то, что мешает развитию. А добрые дела – то, что помогают развитию. Нас всё равно судьба будет толкать к развитию, как вы ни крутите. Но лучше тогда не сопротивляться, а просто поизучать, как правильно жить и вообще, как побеждать судьбу, как диагностировать её. Многих же косят жизнь. Вы же видите, что происходит? Надо разбираться во всём. Разум человеку для этого дан. Особенно, когда жестокая судьба приходит. Знаете, когда жестокая судьба приходит, никто человеку не может помочь, даже государству. Вот мы как бы верим, что государство должно нам помочь. Так вроде бы логично, да? Но когда приходит жестокая судьба, человеку кроме него никто не может помочь. Вот, допустим, коронавирус. Что, сидеть дома или гулять? Непонятно. Люди не знают, потому что они не знают, как работает иммунитет. Иммунитет работает, когда человек двигается. Если он ничего не делает, не двигается, у него не работает возможность защищать организм. Это от движения зависит, от силы движения внутри. Иммунитет — это движение, это переваривание вирусов. А пищеварение зависит, даже внутреннее, клеточное, зависит только от движения и режима дня. Потом еще очень важное качество иммунитета — это оптимизм, пессимизм. Иммунитет — это как война. Вот, допустим, человек в окопе сидит. Если он подавлен, он сможет победить или нет? Когда человек очень сильно верит в победу, мотивирован внутренне, чувствует силу внутренне, тогда иммунитет работает. Если он боится всего, в страхе находится, он сидит дома, закрывает форточки, воздуха нет — нет жизни. Если воздух не поступает в организм, человек не может нормально, иммунитет не работает. Надо все это изучать. У нас нет знания. На определенной стадии человек может сжечь вирус с помощью движения. Вот то, как простыл, он может длительное движение свершить, и он выздоровеет. Я много раз это делал. Но когда стадия дальше идет, то ты можешь вылечиться только уже в больнице. Это тоже надо понимать, что наступает момент, когда ты уже не можешь медлить. У тебя чуть дыхание, тяжело дышать, все, тебе надо уже ехать в больницу, потому что дальше может быть пневмония жесткая. И дальше тебе придется уже упустить момент. Нельзя здесь тоже. Надо быть внимательным в себе. Но люди, у которых сильный организм, они по-любому справляются. Я помню, я несколько раз заболевал. Постоянно ездил, лекции читал. Один раз заболел в Зеленограде под Москвой. И у нас пробежка была зимой там. И я в день пробежки узнал, что у меня положительный тест. Плохо мне стало, я сделал тест, но только положительный у меня вирус. Вот. И у меня пробежка. На морозе. Была зима. Я пробежался. На следующий день сдал тест отрицательный. И ничего не делал. Просто пробежался и сжег этот вирус. Но, как говорят. И это было на определенной стадии. Я только простыл. У меня чуть-чуть только жар тели. Там температуры еще не было. Небольшая слабость. Я просто движением его сжег. Иммунитет взорвался. И все. Победил болезнь. Начинать бежать было трудно. Потом все легче, легче, легче. Потом в конце я чувствую уже благодать, легкость и все. И потом уже отрицательное следствие. Ну, то есть это тоже такое возможно, но не для всех людей. Если человек слабый, он не может так уже делать. Если он нетренированный, он должен по-другому жить. Поэтому, когда человек изучает, как устроена жизнь, как устроена психика, то больше у него возможностей в жизни. Понимаете? У него, ну, лучше жизнь совсем другая. Поэтому изучайте, как правильно жить. Что такое судьба? Судьба – это неизбежная вещь, которая обязательно с нами будет происходить. Неизбежная. Она неизбежна именно в том, что она будет происходить, а не в результате. Потому что люди путают, они думают, что судьба означает суши весла. Вот если там у тебя вот такая судьба, значит так будет. Нет, это бред. Начало действия предопределено. Вот предопределено то, что будет плохой период. То, что будет опасность разрушения семьи, опасность заболевания. Это предопределено. Но как вы с этим справитесь, это уже ваша жизнь. Есть судьба, есть жизнь. И еще, кроме жизни, есть еще милость. Потому что бывает так, что человек сам не может справиться, но Бог помогает. И дает возможность справиться. Понимаете? Ну, то есть, Бог помогает особенно тем, которые эту помощь достойны. То есть, когда человек славит Господа, молится, и он достоин, то он получает эту помощь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok